Добрый вечер! И вновь на пятом канале, как всегда в это время, высокая нота. 15 декабря отмечается Международный день чая. Я думаю, чай и культура – понятия весьма родственные, ведь именно за чашкой чая рождаются нестандартные творческие решения, интересные идеи, а главное – клеится общение. К чему, как не общению, должна стремиться наша душа? К общению с прекрасным, с умными людьми и, конечно, интересными творческими проектами. Начать нам хотелось, пожалуй, с события, которое стало важным в литературной элитной среде нашего города. 6 декабря в городской библиотеке, что по улице Володарского, прошел вечер памяти местного поэта Анатолия Азовского. А назывался он строчками его стихотворения «И все ж благодарен я миру». Приезжаю за глоточком рая в Полевской, где родовой погост, где друг давний, тьмы не замечая, птичьи строчки запускают в рост. Эти стихи, посвященные Анатолию Андреевичу, были написаны в 96-м году. Для Милы Матвеевой, друга и соратника поэта, они самые любимые. Вечер памяти Анатолия Андреевича намеренно совпал с днем рождения поэта. 6 декабря Азовскому исполнилось бы 72 года. Анатолий Андреевич всегда дружил с библиотеками. Дружил с библиотекарями, он любил наших читателей. И, конечно, в день его рождения, в день памяти ушедшего человека, нам, конечно же, захотелось собрать поклонников творчества Анатолия Андреевича. И просто вспомнить, вспомнить о нем, почитать его стихи, поделиться какими-то воспоминаниями. Ведь они у каждого сегодня собравшегося в зале свои. Он говорил, Алёса, брось стихи, это не твое дело. Ты историк, миллионы пишут стихи, а краеведением истории занимаются сотни. И вот я, значит, очень и очень благодарен ему за это. И поэтому у меня больше краеведческая деятельность, чем... И я, конечно, вспоминаю, стал смотреть вот его книги позавчера, сложил все вместе. Вот они, Георгий Баженов и Анатолий Андреевич, больше всех прославили наш город. Больше всех книг написали про Полевской. И, конечно, нам особенно тяжело вот сейчас сознавать, что его нет с нами. Жили на соседних улицах. Я на Чкалово жил, он на Большой Ворошилово. Знакомы были так, как, ну, вот все пацаны играют, там вместе учили из рогатки меня стрелять. Вот все, что я запомнил. И когда в Полевском, вот в Северском услышал, говорит, вот Азовский приехал, хороший поэт такой, он собирает всех писателей там, кто пишет маломальские, кто стихи пишет. «Давайте, собирайтесь». И пришли, естественно, Анатолий Андреевич, я вообще не узнал. А когда, говорит, начали разговаривать-то, он говорит, а ведь мы с тобой там на Первомайке жили. Я говорю, елки-палки, так это же Черноскулов, кое-как. И начались воспоминания опять такие же. Черноскулов – настоящая фамилия поэта. Азовский – его псевдоним. Родился он в поселке Первомайский. Сегодня от былого поселения ничего не осталось. Зато остались стихи «Есть на свете речка полевая». Он никогда не якал сам и очень хорошо говорил о других. То есть вот мы поэтов Екатеринбурга узнали с его легкой руки именно много-много талантливых людей. Да и наших полевчан, впрочем, тоже. Ведь поэты люди достаточно скромные, они о себе никогда не кричат. То есть пишут себе в стол чего-то там. А вот он умел как-то найти и вот их раскрыть. То есть вот, на мой взгляд, это тоже было очень здорово. Так что уроки вот такие человечности, уроки доброты он действительно дал нам всем. Литературное объединение «Рассвет», которым долгие годы руководил Анатолий Андреевич, воспитало не одну плеяду местных поэтов. Дало путевку в жизнь многим. Азовский в каждом мог увидеть талант, даже на первый взгляд, самым заурядным человеке. И за это ему благодарны. Замечательно. Мне очень понравилось, как Женька Фарменкова моя сказала. Приходит и говорит, Антина Викторовна, ну она маленькая тогда еще была, не понимала, что можно где-то по лицамерить. Она говорит, вы знаете, я, конечно, вас люблю, но Анатолия Андреевича люблю больше. Я говорю, Жень, так это же замечательно, что ты его больше любишь. А почему говорю? Так ревниво я спрашиваю. Она мне в ответ говорит, потому что у вас сотни учеников, а у него я одна. И он только со мной работает. Вот знаете, это был такой урок настоящий, жизненный. То есть поэту что необходимо? Чтобы с ним кто-то, особенно на первых этапах его такой поэтической деятельности, был кто-то один, кто именно с ним занимался, именно его понимал, именно его вел вот по этой трудной дороге. У учителя массовой школы такого времени нет и вообще такого таланта даже нет. А вот он для поэтов, особенно вот моих девчонок, он был, правда, настоящим. Настоящим учителем, настоящим человеком, настоящим поэтом большим. За свою жизнь Азовский выпустил не один десяток поэтических сборников, в том числе своих воспитанников. Стихи его просты и понятны. Они пахнут уральской деревней, туманами, пронизаны тоской по свободе и любовью к родной земле. Как много сказано и как мало сказано. Быть может, продолжат ученики. Сегодня в 20-й школе работает литературно-краеведческий музей, которым руководит Валентина Викторовна Малахова. Особое место занято экспозициями поэта. Сын его Евдоким передал в дар музею отцовскую библиотеку, где за годы жизни поэта собрано 346 автографов. Стихи пишут многие, а настоящие – единицы. Но они хранятся веками. Нет сомнений, так будет и с творчеством нашего земляка. Если думать о том, что нас окружает масса проблем и так далее, надо подниматься выше над всей этой суетой, над невзгодами. Ну, я думаю, только поэзия может возвысить. Гастрольная деятельность всегда была и остается в центре внимания культуры. Мы, работники сферы культуры, всегда трепетно относимся к выбору исполнителя. Будь то музыкальный концерт, театральная постановка или что-то еще. Баян-шоу, прошедшее на прошлой неделе, вызвал немало кривотолков у местной публики. Что это? Интересное красочное мероприятие, встречи с необычным человеком или пустое времяпрепровождение? Не хотелось бы думать, что это последняя позиция. Все-таки любая музыка, особенно живая, способна пробуждать в нас истинные чувства. В последнее время интерес к исполнению живой музыки, например, на баяне, начал расти. В Полевском у людей он тоже есть, хоть и не такой, как хотелось бы. Полевчане за полчаса до начала концерта начали заполнять зал Дворца культуры Северского трубного завода. Но до конца его заполнить так и не удалось, хотя было что услышать и на что посмотреть. Среди зрителей были те, кто не знаком с репертуаром Руслана Манина, но большинство имели представление о том, что будет происходить на сцене. Я знакомый, то, что по телевизору не один раз смотрел, видел его, Манина. И очень мне нравится, как он играет. Сам Руслан Манин в 10 лет пошел в музыкальную школу. Там он научился играть на баяне. После своего первого выступления понял, что хочет и дальше продолжать выступать. Вдохновило Руслана творчество Гаррика Сукачева. В частности, песня «Я милого узнаю по походке». Сейчас Руслан Манин довольно часто выступает, преимущественно в небольших городах. На его концертах можно познакомиться с современной баяной музыкой. Вопреки стереотипам, что баян – это народный инструмент. Исполнять на нем можно произведение классического репертуара. Весит такой инструмент около 15 килограмм. Так что выступление требует немалых физических усилий. Действительно, инструмент тяжелый, 15 килограммов. Я не сижу на столе, я не стою просто на одном месте. Я двигаюсь и при этом еще играю и пою. Это очень непростая задача на самом деле. Но, в общем-то, я для себя выбрал. Это мне интересно. И, в общем-то, есть энергия для того, чтобы, скажем так, работать в таком стиле. У Руслана Манина есть и свои песни. Но на концертах он их пока не исполняет. Как говорит сам Руслан, всему свое время. Он хочет, чтобы люди приобщались к баянной музыке. Я приезжаю в город с концертом, да, с одной простой миссией. Чтобы вот этот инструмент, который, к сожалению, не так давно был забыт, да, сейчас он возрождается. Чтобы мой концерт был таким небольшим, пусть будет, но импульсом. Чтобы, если хотя бы один ребенок, который увидит этот концерт, после этого возьмет инструмент и захочет заниматься. И он будет это делать, я буду считать, что я свою миссию здесь как бы вот выполнил. Концерт проходил довольно живо. Все-таки живой звук. Однако живым был только баян и вокал. Остальное сделала минусовка. Впрочем, это не испортило общего впечатления. Со сцены звучали заводные мелодии. Справа от зрителей был установлен экран. На нем можно было увидеть видеоряд, который неплохо дополнял концертную программу. Как в караоке, на экране в некоторых песнях появлялся текст. Слушатели подпевали. Были и танцевальные номера в исполнении шоу-балета «Интрига». В целом, у людей после концерта остались различные впечатления. Кто-то считает, что потратил время впустую. Кто-то получил истинное удовольствие. Возможно, кого-то этот концерт вдохновил на то, чтобы научиться играть на этом интересном инструменте. В любом случае, каждый имеет право на свое мнение. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Специально для программы «Высокая нота». В ДК СТЗ стартовал новый проект. Вернее, будет правильным сказать, если это возрождение старых добрых традиций проведений танцевальных вечеров. Когда есть взыскательная публика, когда есть живая музыка и исполнители, которым есть что сказать. Первым стала группа «Радио Джуз». Вот уж точно зажгли. Давно поливчения так не отрывались, как этим субботним вечером во Дворце культуры. Живая музыка, драйв и позитив. Концерт группы «Радио Джуз» – идеальный способ поднять себе настроение. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Если настроение на лирику, то на лирику. Если тебя вот так вот, то понятное дело, что хочешь этот драйв выплеснуть. То есть все по настроению всех музыкантов. То есть как-то оно обычно сходится, находим компромисс. Группе чуть больше года в репертуаре песни популярных российских и зарубежных артистов. Гитарист Андрей Зерний – самый главный ранжировщик в группе. Он любит добавлять к старым песням новые партии. И привычная для всех мелодия звучит уже по-новому. «Радио Джуз» Хочется, чтобы побольше таких концертов было, чтобы народ научился отдыхать, открываться по полной. В группе «Радио Джуз» каждый профессионал, поэтому заминок в выступлениях практически не бывает. Одна песня плавно сменяют другую. Нет ощущения музыкального перегруза. Только в перерывах между сетами в зале становится непривычно тихо. Гостей развлекают конкурсами, а тем временем музыканты пьют кофе, отдыхают и беседуют с нами о группе. Катерина, наша клавишница, замечательная певица, она собирала группу. Первая, она пригласила нашу Ксюшу, саксофонистку. Ксюша следует меня, потом, естественно, Сергея. У Сергея еще жена с нами поет, но сейчас она в декрете, поэтому сегодня ее с нами нет. Нет такого, что один сидит дома, другой на работе. Мы всегда вместе, и сейчас, на самом деле, без нее мне даже тяжелее в какой-то мере, потому что я думаю о ней во время игры даже. То есть мне проще, когда она рядом. И у нее замечательный вокал, и жаль, что вы сегодня ее не услышите. Но в будущем мы надеемся, что она вернется. Мы уже все делаем для этого. И надеюсь, скоро вы услышите ее, и в полном составе мы еще в селе удивим вас. Название «Радио Джусет» пошло тоже от меня и от моего предыдущего, не совсем удачного коллектива. Просто мне нравятся музыкальные группы уже давно. Я играла в нескольких точно так же. Но там мне в одной одного не хватало, в другой другого. И, ну как, если хочешь что-то хорошее получить, то сделай сам. У нас своя уже сложившаяся публика в Екатеринбурге. Есть у нас одно местечко, вот нас там полюбили. Мы, можно сказать, считаем своим домом. Ну, Полевской тоже довольно-таки родное место, потому что мы сюда все время ездим работать. И не только отдыхать. Нет, и отдыхать, и работать, да, и очень рады, что наконец-то мы видим родные лица в зале. Видим родственников, тетям, мам, бабушек. Видно, что и дети танцуют, и взрослые радуются. Очень приятно видеть разновозраст. Четыре часа живой музыки прошли на одном дыхании. Артисты, конечно, устали, но отказать новым поклонникам фотосессии группа «Радио Джуз» не смогла. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Ну, а теперь о самом приятном в жизни. Конечно, о наших детях. Первые шаги малыша, семейное торжество, мудрые родители придают особый смысл каждому движению своего ребенка. Для того, чтобы воспитать его благожелательным и открытым, надо немного, чтобы он чаще выходил в свет и, конечно, радовался каждому новому дню. Разумеется, вместе с вами. Клуб общения для самого юного зрителя «Ладошки» проводит в этом году уже третью встречу. И самое главное, чему он учит, общаться ребенка в социуме, быть настоящим зрителем, благодарным, открытым, ярким и неподражаемым. Посоветовала подруга. Ей очень понравилось. Она была у вас в прошлый раз. Ей очень понравилось. Она говорит, замечательное представление. Обязательно нужно сходить. Поэтому решили первый раз прийти попробовать. Наталья впервые привела свою дочку Машеньку в клуб «Ладошки». Вообще здесь рады всем. Появление на празднике малыша – долгожданное событие и для организаторов, и для артистов. Такие встречи требуют особой подготовки. Важна любая мелочь – яркие детали, понятный сюжет, красивые костюмы и даже маленькие сюрпризы каждому. В раннем возрасте ребенку особенно важен индивидуальный подход, доброжелательная атмосфера. Самые лучшие эмоции, самые лучшие зрители, потому что они верят в эту сказку, которую мы рассказываем вместе с ребятами, участвуют в этом процессе. Конечно, от них мы вдохновляемся. В этом сезоне это уже третья встреча. Осенью путешествовали с Нафаней и Домаенком Кузей, потом танцевали на балу у Золушки, а вот теперь в гости пригласила тетушка Ариша. Здравствуйте! Здравствуйте! А вы знаете, кто я? Знаю? Нет! Я сегодня тетушка Ариша. Тетушка Ариша, запомнили? Да, я. А как вас зовут? Вы можете мне сказать, чтобы я каждого из вас запомнила? Давайте в хорах скажем, как вас зовут, ваше имя. Три-четыре, как вас зовут? Она рассказывает о прелестях зимы. Все в форме открытия, интересной зимней сказки, от которой становится веселее. Даже волшебной красавицы-снежинки. А мудрый гномик давал советы, как ее оживить. Я же вспомнил, у меня же есть креста. Я его нашел на горе, когда жил на горе с остальными гномами. Этот кристалл поможет мне оживить снежинку. А покажи нам этот кристалл. Ребятки, посмотрите, где он, этот кристалл. Вот он, какой волшебный кристалл. Давай попробуем, как мы оживим снежинку. Поднимись, покружись, засверкай, заискрись! Ой, снежиночка, почему-то какая-то печальная и преградовая снежинка. Я летала и вдруг услышала чудесную музыку. Я влетела во дворец, но здесь так тепло, и я таю. Спасите меня! В роли гномика и снежинки – второклассники 13-й школы, участники дворцовского проекта «Дети в мире искусств». Сегодня это настоящие артисты, неробкие и очень обаятельные. Мы научились очень хорошо артистично говорить с Еленой Вячеславовной. Научились танцевать. Выступали на вкусняшках, и нам это понравилось. И Елена Вячеславовна для нас только всего делала, чтобы она получила удовольствие от нас. А вы? Мы тоже. Чтобы стали настоящими артистами, да? И вы теперь уже не боитесь большой сцены? Нет. Зрителей стало намного больше. Проект планировался на маленькое количество детей, чтобы был индивидуальный подход. Но я смотрю, что интерес растет и растет. Зрителей становится больше и больше, и это радует нас. Это здорово и хорошо, что они приходят, что это востребовано и интересно. Изменения только какое у нас. В этом году мы встречаемся чаще, раз в месяц. В прошлом, по-моему, раз в два месяца мы встречались. Поэтому это нужно. С каждым разом клуб «Ладошки» пополняется новыми зрителями. Кто-то первый раз заглянул в ДК, кто-то здесь постоянный гость. Осваиваются ребятишки быстро. И вот уже забыв о смущении, танцует, выполняет творческие задания. А мамы стараются запечатлеть каждое движение малыша. Его улыбку, взгляд. И радуется даже самым маленьким достижением. Стараемся привлекать детей. Все равно вообще развитие, да? Какое-то и общение с детьми уже. Как-то они общаться начинают лучше. С детьми и в садик пойдет, мне кажется, уже без проблем будет. И вообще, и разговаривать раньше, мне кажется, начинают, когда уже развитие идет в раннем возрасте. Все эти сказки, все эти песенки, рисование. Мы будем ходить сюда регулярно, как узнаем, что будут какие-то программы. Очень нравится. Ребенок развивается. Побольше бы таких было всяких мероприятий. Им нравится попрыгать, потанцевать, повторять все движения. Все это, соответственно, интересно и развивающаяся памятник. Интересно поризовать. Интересно в коллективе с ребятками попыть. Особенно вот если детки в садик не ходят, то, соответственно, здесь они общаются. За богатой палитрой наших встреч, конечно, хочется напомнить о том, что ждет полевчан на этой неделе. 11 декабря в Большом зале ДК СТЗ в 18 часов начнется отчетный концерт преподавателей и учащихся детской музыкальной школы номер один. Как Бажовский до 20 декабря проводит фотовыставку в двух шагах от суеты православные места Полевского. В Малом зале ДК СТЗ 13 декабря в 17 часов программу «Снежный джаз» представляет Свердловская государственная филармония. В Малом зале ДК СТЗ 15 декабря в 18 часов состоится бард-гостиная с участием клуба авторской песни. И 16 декабря в Большом зале ДК СТЗ в 14 часов отчетный концерт хора ветеранов «Прялица» по-прежнему любим и актуален. Программа «Высокая нота» приглашает к сотрудничеству предприятия и организации «Частные лица». Мнение о программе «Темы для сюжетов» можно сообщить по телефону 354-41 адрес нашей электронной почты invicta41sobacarambler.ru Это была программа «Высокая нота». Хочется, чтобы каждый день этой недели был наполнен каким-то своим особым смыслом. Дружите с культурой, и у вас это обязательно получится. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин